Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Назирать друг другу задницы, а не будут в провинции Сиродил, это собственно одна из пвп локаций, где и происходят все основные замесы. Ситуация несколько усугубляется тем, что планета Нирд переживает не самый удачный для своего населения период. Она проходит очень близко к плану Обливиона Деордрического принца Молога Балла. И вышеупомянутый высокопоставленный Даэдра не из тех, кто упустит такую возможность. Но вернемся, так сказать, на путь истинный. Zenimax Online Studios очень сильно наелись вполне обоснованные критики после запуска проекта. Игру ругали за локальное ограничение по уровню, из-за которого нельзя было всласть побродить по просторам Тамриэля, за кривую систему маунтов, за огромное количество лагов и багов, а также за систему монетизации buy-to-play с подпиской. Типа за этот багодром нам еще и предлагали ежемесячно денежку заносить. Ну-ну. В наших широтах к этому вайну добавилось упорное нежелание разработчиков вводить в игру русский язык. Несмотря на все, Zenimax Online не сдались, за что им отдельный пламенный респект. Ребята взялись и довели игру до ума. Хотя, с другой стороны, если в твоей жизни присутствует такой ускоритель, как Bethesda Softworks и миллионы недовольных фанов, выбор на самом деле не такой уж и большой. Тем не менее, время полупустых серверов и слабых продаж для The Elder Scrolls Online, похоже, осталось в прошлом. Да и по отзывам это получается одна из самых, если не востребованных, то удачных MMORPG игр, в которых не стыдно самому побегать, да и друзей пригласить. TESO 5 лет назад и сейчас это две совершенно разные игры. Если первая была обычная, я бы даже сказал проходная MMORPG с кучей проблем, то нынешний вариант это та самая онлайновая игра по вселенной древних свитков с кучей проблем. Да, что-то в этом мире остается неизменным. Положительные изменения начались с выходом дополнения Imperial City, где игрокам выделили одноименную отдельную зону для PvP, а также два не самых простых данжа. Все возрадовались, но успех вскоре был закреплен дополнениями Arsenium с его квестами и PvP-ареной и долгожданной для всех поклонников серии гильдии воров с самым сложным триалом в игре. Далее были Dark Brotherhood, в котором в игру добавили города Анвил и Квач, и Shadows of the Hist с его двумя новыми подземельями. Ну и наконец-таки мы добрались до бесплатного дополнения Wantom Reel. Вот оно-то и сделало ТСО из посредственной MMORPG, то, во что многие с удовольствием играют по сей день. Завезли систему скалирования игроков по уровням, дабы можно было беспрепятственно исследовать мир без опасений и отлететь от одного удара хай-левелного моба. Добавили дуэли, возможность приглашать в группу игроков из других альянсов и множество других изменений, буквально преобразивших игру. В следующем бесплатном обновлении Homestead жителям Тамриэля стало доступно собственное жилье и возможность его обустраивать. Ну а следом вышел Morrowind, первая крупная глава для The Elder Scrolls Online, где помимо нового класса и Локи, Варден и Варденфелл, соответственно, появились батлграунды. А вместе с этим всем, необходимость впервые с момента покупки игры серьезно задонатить. Дело в том, что все остальные дополнения, кроме бесплатных, хоть и требовали денежных вливаний, но гораздо меньших. Можно было банально оплатить так называемую необязательную подписку и получить доступ ко всему новому контенту. А вот с главами так не получится, тут придется заплатить фулл прайс. Нет-нет, не то чтобы жалко, а просто ввожу в курс дела. Выходим на финишную прямую. Далее у нас были Horns of the Reach с двумя подземельями, Clockwork City с новой игровой зоной и механиками, Dragon Bones, два новых подземелья, оружие противники и маска драконьего жреца. А вторая глава Somerset, естественно. Никакого вам нового класса, зато новая лока, новая сюжетная линия и новое ремесло, ювелирное. В дополнение Wolfhunter добавило два новых подземелья, завязанных тематически на оборотни Тамриэля. Да-да, в игре при желании можно заделаться вампиром или оборотнем. Меркмайер подарила игрокам новую зону для исследования, сюжетную линейку заданий, сложную групповую арену и кое-что по мелочам. Ну а дополнением в Rustone, где нам опять же ничего кроме парочки новых подземелья не добавили, мы вплотную подошли к виновнику сегодняшнего торжества. Третьей главе The Elder Scrolls Online под названием Elsweyr, которая, к слову, уже вполне доступна для ознакомления. Думаю, вы и так в курсе, что у нас там завезли, но все-таки. Естественно, саму главу, в которой одноименная локация и новая сюжетная линия. На этот раз нам дадут погулять по родине каджитов и познакомят с культурой этого, как оказалось, весьма неоднозначного народа. Неоднозначного, потому как однозначно все относились к каджитам, я бы сказал, стереотипно. Этакие легкомысленные бродяги-мошенники Тамриэля, вечные бунтари и узаконенный источник мимимишности. Не упустите возможность копнуть глубже и познакомиться с каджитами и их культурой поближе. Новый класс, некромант. Давно хотели, и вот вам пожалуйста. Как несложно догадаться, можно будет поднимать мертвых, творить мощные стихийные заклинания и вот это все. Хотя на самом деле, как раз таки с подъемом мертвых у некромантов в Тесо есть определенные проблемы, но это уже, как говорится, совсем другая история. И возможно, мы когда-нибудь коснемся ее отдельно. В любом случае, в Ангую на начальном этапе, то есть прямо сейчас, некр будет жуткой имбой, так что категорически рекомендую воспользоваться Аказией. Лично я сделал Кота Некро ДД, но никто не запрещает проявить больше фантазии и попробовать себя в роли танка или хила. Особенно забавным, мне кажется, последнее сочетание. Некр-хил. Смерть это болезнь, знаете ли, встречайте доктора. Ну и собственно, так называемый сезон дракона. Скажем так, приключения длиною в год. Из названия понятно, что в Тамриэль вернулись драконы. Они уже парят в небесах, и игрокам предстоит заняться этой проблемой незамедлительно. В частности, можно начать с покорения нового контента на 12 человек, Триала Солнечный Шпиль. Кроме того, в дополнении целая куча уникальных вылазок, публичных данжей и одиночных заданий, а также серьезный задел на будущее. На третий квартал этого года заявлен набор подземелий, а в четвертом нас всех ждет очередное сюжетное дополнение. В общем, выглядит все так, словно ТСО со всеми ее дополнениями чуть ли не идеальная MMORPG. Это так и не так одновременно. У игры, как я уже говорил, просто куча проблем. Взять хотя бы отсутствующую на протяжении пяти лет существования оптимизацию. Даже на топовом железе в масс-замесах игра выдает далекие от комфортной игры показатели фпс. Сюда же можно отнести скачущий, как сумасшедший в период сезонной активности пинг, далекую от идеала боевую систему, построенную на строгой ротации скиллов, бай-ту-плей систему с внутриигровым шопом. Тут, конечно, еще далеко до пей-ту-вин, но звоночки в виде продажи в шопе скайшардов уже присутствуют. И это еще не говоря про то, что в игре и так был, по сути, прем, который почему-то принято называть необязательной подпиской. Да, она не обязательно, но преимущества, которые она предоставляет, не ограничиваются допуском к платному контенту и крафтовой сумке. Опять же, совершенно немотивированное и какое-то недоразвитое пвп. Короче, как вы понимаете, доколебаться найдется до чего, а работы у разработчиков еще вагон и маленькая тележка. Тем не менее, The Elder Scrolls Online просто чудо, как хороша, даже в том виде, в котором она сейчас представлена. Если вы искали себе MMORPG с отлично проработанным миром, уровня неплохой фэнтезийной литературы, кучей разнопланового контента, необременительной социальной составляющей, многие вообще называют ТСО синглом с кооперативом, прекрасным комьюнити, внезапно довольно отзывчивыми разработчиками, не пожалейте денег, оно того точно стоит. Ну а у меня на этом все. Не забудьте поставить лайк этому видео, поделиться им с друзьями, подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гоха.ру. Еще услышемся. Субтитры сделал DimaTorzok